Создаем файл init.php, в данном случае у нас уже создан и в нем регистрируем два обработчика. Первый, on iBlock property build list, который нам нужен для регистрации нашего типа пользовательского свойства. И второй, onBaffer iBlock элемент delay. Это событие нам нужно будет до удаления связанных элементов с удаляемым. Также у нас здесь создан класс CIBlock property picture. В данном классе регистрируем функцию getUserTypeDescription. Как мы помним, она должна вернуть массив соответствующей структуры. Прописываем нужные нам значения, а неиспользуемые, которые нам не нужны, но вообще которые можно использовать, мы закомментировали. Наше свойство будет называться картинка, как видим, мы description установили как картинка. И нам необходимо теперь создать три функции getPropertyFieldHTML, getPublicViewHTML и convertToDB. Остальные у нас закомментированы, потому что мы не используем. Первая функция getPropertyFieldHTML, она возвращает HTML код для редактирования данного свойства. Вторая функция, getPublicViewHTML, вернет HTML до вывода в паблике. Ну и третья функция, convertToDB, подготавливает данные до занесения в базу данных. Так, начнем с getPropertyFieldHTML. Первым делом проверяем, что у нас вообще установлено свойство связи с инфоблоком. Вот вы у себя видите, что мы проверяем, что данное свойство вообще существует. В противном случае ошибка, так как мы не знаем, куда сохранять изображение. Вот мы видим, выводим return текст ошибки. Если с настройками у нас все в порядке, теперь проверяем, есть ли вообще значение. То есть, может быть, это редактирование свойств и значение уже установлено. Получаем данные связанного элемента. Заносим специальную переменную в массив, описывающий детальное изображение. Если же связанного элемента нет, то устанавливаем переменную равную нулю, равную, как если начальное значение не установлено. В итоге, если файл ID равно нулю, то у нас будет показано поле до загрузки файла. Если же изображение найдено, то будет выведен HTML-код для показа, собственно, изображения. Сразу для демонстрации результата создадим нужный инфоблок и проведем все необходимые настройки. Создаем инфоблок связанное изображение. Делаем настройки детальные для анонса картинки, которые нам необходимы. И в соответствующем инфоблоке новости создаем свойство привязки, которое называется картинка. Как мы его назвали. Соответственно, настраиваем инфоблок новости связанные изображения. Все у нас настроено. Теперь переходим в новости. Добавляем тестовую новость. Назовем новость с изображением. Тест. Найдем наше поле новый тип. И, собственно, выбираем изображение, добавляем его. Давайте выберем такое изображение и сохраняем. Как видите, теперь у нас вывод в административной панели данного свойства представляет собой галочку удалить файл. Также путь до данного файла и превью данного изображения. Теперь перейдем к следующей функции getPublicUHTML. Вот, собственно, данная функция у нас. Также здесь проверяем, а вообще есть ли у нас связанный инфоблок. Но, в отличие от административной панели, мы не возвращаем ошибку. Просто возвращаем пустое значение. В случае, если у нас связанный инфоблок не задан. Но, сами понимаете, пользователям сайта незачем видеть эти ошибки. Это увидит администратор, когда попытается добавить картинку в административной панели. Далее, если у нас есть значение и, соответственно, если эти два условия у нас случились, истинно получаем значение, связанное инфоблоком. Для вывода используем функцию show to images. О ней вы можете почитать документация по соответствующей ссылке. Вот, соответственно, страница документации и ссылка, по которой вы можете посмотреть описание соответствующей функции. Я детально о ней останавливаться не буду. И теперь, собственно, посмотрим, что у нас получилось. В настройках компонента указываем вывод данного свойства. Вот, собственно, настройка списка. Указываем новый тип. Настройка детального просмотра, новый тип. Сохраняем. И мы видим, что вот у нас, собственно, происходит вывод данного изображения. Посмотрим, как у нас на детальной это происходит. Все. Вот тоже новый тип. Нажимаем. Собственно, все выводится. При желании в настройках инфоблока мы данные свойства можем сделать множественными. И при этом у нас все также продолжит успешно работать. Никаких проблем и ошибок не будет. Теперь осталось разобрать функцию ConvertToDB. Опять же, первым делом проверяем, что у нас свойства настроены как нужно. Есть инфоблок, к которому происходит привязка. Проверяем, что у нас есть массив значения. И есть массив до ошибок. И что ошибок нет. А размер файла больше нуля. В этом случае формируем массив, описывающий файл. И с помощью функции Add добавляем изображение. А в точности создаем связанный элемент. Так как у элемента инфоблока обязательно является имя, то имя у нас в данном случае будет имя файла. Вот вы, собственно, это здесь видите. Если первое условие у нас не выполняется, то проверяем, что у нас есть массив значения. Что у нас вообще есть переменная со значением. Но этот не массив и значение больше нуля. И также добавляем аналогичным образом. Если и это не выполняется, то проверяем, не передан ли у нас был флаг до удаления файла. Если передан, удаляем. Связанный элемент. Если, опять же, ни одно слой не выполнилось. Проверяем, есть ли вообще значение. Прошлый файл. Так его, собственно, можно назвать. И возвращаем весь массив, как он есть. Опять же, если и это не выполнилось. Ни одно из условий выше. И вернул значение не массив. Но значение есть. Возвращаем то, что пришло. И последним нам осталось обработать событие удаление элемента, в котором есть свойства. Вот, собственно, это событие. А точнее, обработчик данного события. Получаем все значения пользовательского свойства нашего типа. И удаляем все в цикле. То есть удаляем все связанные элементы в цикле. Хорековский. Продолжение следует. В последнее.